Наша звезда победитель! Шесть членов в сборной и все с золотыми медалями из Амстердама. Российские юниоры вернулись с безоговорочной победой. Олимпиада достаточно простая, но нужно набирать много баллов, чтобы получить хорошую медаль. Было три дисциплины, то есть это физика, химия и биология. Так, в принципе, я химик, то есть я прошел по Всероссийской Олимпиаде по химии. Ну, то есть, в принципе, на сборах нас неплохо подготовили по биологии. Абсолютное первое место по числу набранных очков у Григория Бабкова из подмосковной Черноголовки. Также золото у москвичей Ильи Панова и Никиты Чернова, Тимура Давлетбаева из Саранска, Михаила Матвеева и Елисея Судакова из Вологды. Главная интрига, что на Олимпиаде мы не знаем. Вот на всех Олимпиадах заранее результаты известны, а здесь идет награждение. Бронзовые прошли, наших нету. Вот серебряные, последние остались. Но вот сейчас серебро, наверное, начнется. Нету серебра. Ну, а дальше уже награды пошли. Двое победителей учатся в столичном лицее 1568. Их педагоги уверены, секрет успеха в новом подходе к обучению. Сейчас задача нашего образования не научить ребенка, пусть даже очень хорошо, отдельным предметам математики, физики, химии, биологии, а сформировать у каждого ученика целостную картину мира. Целостное восприятие предмета, явлений, которые окружают учащихся. В российских школах сейчас появляются так называемые конвергентные лаборатории, в которых ребята изучают физику, химию, биологию, математику не по отдельности, а на стыке наук. В Москве такие лаборатории есть уже в 37 школах. И помимо уроков для своих собственных ребят, здесь также проводятся факультативы для учеников из других школ. В Вологде за своих болели всем лицеем. И говорят, что резервы для будущих побед здесь тоже есть. Ребята прошли сборы, они уже два года входили кандидатами в сборную России. То есть начиная с 8 класса они готовятся к этой олимпиаде. Сейчас у нас тоже есть такие ребята с 7 класса. 38 лауреатов международных олимпиад, все они проходили в этом году, сегодня честовали в Министерстве образования. Во время выступления министра пришла срочная новость из Баку. Российские юниоры заняли первое место на Международной олимпиаде лаборатория подготовки талантов по физике, химии и математике.